В этой версии Байдерки вариации Великого Брамина точно поразят искушенных зрителей. В других постановках балета партия служителя храма была лишь в пантомиме. Жертв по сюжету требует не только праздник огня, но и 7-килограммовый костюм из тавты гюпиона, дикого шелка. Солист Михайловского Сергей Стрелков с легкостью совершает в нем ритуальные движения. Во втором акте образ дополнит настоящая индийская парча. Все великолепие столь сверкающей Байдерки создала Ангелина Атлагич. Это очень логично. Если мы берем индийские лекала за основу, то и ткани должны соответствовать. Другие ткани сюда просто не подойдут. Кроме того, все это ручная работа. Особенно потрудились вот над этим головным убором золотого башка. Количество стразов, которое ушло только на костюм золотого башка, не поддается счислению. Художнику даже пришлось придумывать, как уменьшить блеск камней в и без того искрящемся танце Джулиана Макея. Восточную роскошь в Байдерке каждый сценограф создавал, отдавая дань тенденциям своего времени. В Мариинском в 2000-х даже возвращали оформление спектакля «Петипа». В Михайловском буквально отразили сияние индийского дворца под лучом знойного солнца. При этом сравнений с Болливудом не обойтись. Некоторые жесты дикого танца от и до придуманного Начи Дуата – тоже ироничный взгляд хореографа на движение, так знакомый зрителям по идейским фильмам. Байдерка от Начи прежде всего в новом рисунке каждого танца двух первых актов. При этом он сохранил первоначальный порядок сцен «Петипа». Он оставил все на своих местах, но танцы действительно он сделал свои, сделал их, на мой взгляд, интересные. Ну, потому что действительно мы привыкли Байдерку видеть уже так или иначе дошедшую с 19 века до нас. Да, нам современники пытались переделывать, но в основном оставляли там танцы без изменений. С Байдеркой связана легенда об исчезновении спектакля последнего акта «Гнева богов». Некоторые источники утверждают, что от него отказались после того, как в 1924 году во время наводнения в Ленинграде утонула часть декорации. В 1940 году в Кировском театре появилась версия Чебукиани-Пономарева уже без четвертого акта. Сегодня именно эта интерпретация считается канонической, хотя попытки восстановить недостающую часть были. В 2002-м на сцене Мринке создали реконструкцию спектакля «Петипа» со сцены «Гнева богов». Правда, тогда разгневались критики, и этого спектакля в репертуаре больше нет. На западе Байдерку после побега из СССР ставила и Наталья Макарова. Хореографию Прима воскрешала по памяти. Она, как и другие балерины, однажды, станцевав невероятно красивую партию Ники, не смогла с ней расстаться. Партия Ники для любой балерины считается, наверное, одной из вершин мастерства и хореографического, и в первую очередь эмоционального, драматического мастерства. Потому что эту партию невозможно танцевать без внутренней наполненности. Ники нужно танцевать ярость в борьбе с соперницей Гамзати и невероятную любовь к воину Солуру. Версии Дуата кипят еще большие страсти под стать испанскому темпераменту хореографа. Впрочем, финал постановки он все же сделал нежно-грустным. Ба-бам! Ба-бам! Я даже поговорил с дирижером Павлом Сорокиным, то есть в оригинале финал — это фанфары. У Начи Дуата в самом конце вместо торжественных фанфар появилась нежная дажа, соответствующая сюжету. Ники уходит в мир мертвых, а Солор остается среди живых. Стороль радикальных изменений в Боядерке не было никогда. Индийская легенда, впервые появившаяся в танце почти полтора века назад, словно получила новую сценическую жизнь по блеску неступающей настоящей во дворцах Раджей. Павел Рыжков, Станислав Суботин, Владимир Чабуш, Александр Зарецкий, НТВ Петербург.